В общем, всем привет, кто смотрит внезапно. Я думаю, вот таких мало человек найдется. Все-таки рабочий день еще не закончился, до среди недели. Не знаю, появилось желание просто что-нибудь постримить, вот и решил постримить что-то. И, как помните, был небольшой стрим по играм Астропорт. Там эта игра была, там немножко ее показывал. В принципе, вот и захотелось ее пройти на стриме. Хотел изначально писать проху на нее на гарде, но решил лучше запустить это на стриме, хоть как-то бы пройти. Потому что, потому что. В общем, вот. Ладно, в принципе, можно уже начинать. Да, привет, Ашпиль. Привет, Демиан. Привет всем, в общем. Так, так, так. Так, так. Да, все. Замечательно, все пошло. Что про эту игру вообще по сюжету можно сказать? Она как бы является продолжением игры Adventum. Стим, что-то там. Стим Адвенча, Адвентум, как-то так. А, экшн Стим Адвентум. Короче, если первая часть была в жанре что-то вроде Стимпанк и Ранангана, то это уже представляет собой, ну, что-то наподобие Супер Танк там или такого на Нессе. Ну, или она же Iron Tank The Invention of Normandy. Как-то так. С звуком понятия не имею, что там вроде должно быть нормально. Что ж. Тут сразу, что можно сказать. Буду играть с клавой мышки, потому что это удобнее, чем с геймпада. Как-то так. Видим уровни сложности. Изи нормал. Ну, они нормальные, грубо говоря. В принципе, они полностью играбельные. На харде уже возникают некоторые проблемы. Ультра это... Это хрень. Выбираем персонажей. Изначально нам... Ну, автоматически первый персонаж всегда выбирается американка. Дальше что у нас есть? Дальше у нас есть Советский Союз Таня. Она стреляет спредом. Ну, американка обычными такими прямыми выставками. С выстрелами. Потом... Джойси Англия. У нее что-то вроде... Ну, артиллерии. Потом Фрида Германия огнемет. И Мел... Я понятия не имею, что за флаг. Поэтому насрать. В общем, вот. Ну, выбираем Советский Союз. Ну и... Не знаю. Допустим, Мел выберем. Плевать. Сюжет тут... Я не знаю. Тут просто единопланетяне решили захватить мир и все. Больше ничего не нужно знать. Что у нас, в общем, есть по геймплею? Ну, как видите... Ничего прям офигенного тут нет. Но, тем не менее, игра... Мне понравилась. Она как бы затягивает немного. Есть интересные оригинальные миссии. То есть, тут в основном это все... Не просто уничтожь всех врагов. А там есть кое-что интересное. Ну, в принципе, те, кто смотрел стрим по играм от Астерпорт, видели то, что там есть миссии стелсовые. Вот. А понятия не имею. Может оттуда. Может не оттуда. Не знаю. Как-то первоисточник не искал Не довелось Можно сохранять Урой, ну, сохранять прогресс После каждого уровня, но постараюсь делать Не знаю, раз в пять уровней Что ли, чтобы это было Не слишком уж стрёмно Так, что тут можно Пробравить защиту Да нет, не слишком долго На геймпаде Я вообще изначально на геймпаде играл Чем мне не понравилось на геймпаде играть Он, не знаю, поворот Башенки слишком тормознутый Тут-то мышкой ты можешь его хоть как крутить А на геймпаде При помощи этих курков Это он так медленно поворачивается Вот там Поэтому, не знаю Поэтому мне проще с мышки Да это ж Да, это действительно Моди 7 Только играбельный Ну, тут что еще можно сказать Ну, у каждой танкистки есть Своя полоска ХП Свои апгрейды На каждую из них тоже И вообще стоит их прокачивать Время-то времени всех Не тракторист я Ну, что поделать Раз не тракторист Так, ну, тут у нас появляются мины уже Тут надо быть аккуратно Уворачиваться будет сложнее Сегодня Но, тем не менее Плюс в том, что Враги-то сами могут на мины наезжать Правда, они Ну, не знаю Редко это делают Крайней мере, когда Не такие частые Как сейчас Тут у нас также Есть Ландшафт Который Не знаю Колбасистый кран Немного И замедляет Подтанка Его проще Объезжать Ну, что Так, у нас тут Будет хело Немного Допустим Так Ну, у нас Как будто Вы первый босс В принципе Босс Толох Просто Это плюс 6 После каждого уровня Нам хп Хоть немного Восполняется Если персонаж умирает То Там С половиной здоровья Он с течора И начинает Ну, как я говорю Уже Буду записываться Каждые 5 уровней По крайней мере Ну, постараюсь Не факт Что получится Скорость Нужна Прокачка Тани Охрен Оставлю На потом Ну, да Боссы разнообразные Их не очень-то много На самом деле Каждые 5 уровней Босс получается А вот последний босс Это, конечно, нечто Современные шутеры На геймпаде Все с автоприцеливанием Там, получается, на геймпаде Даже проще играть, чем С мышкой Я уже Все-таки Привык с мышкой Играть И Честно Не знаю Мне удобнее так Автоприцел Так Апгрейды Апгрейды Это хорошо Апгрейдить танк надо Вообще Суть апгрейдов В основном сводится К скорострельности И силе оружия Свержение полосок хвостов Точно такой же Остается Ну и броня Она и ваку Кибра На легком Есть автоприцел Во второй полове Не знаю Я как-то Обычно На нормале Все что-то Я убирал тогда И Видимо По этому Автоприцеливанию Не было Черт Автом Не знаю Я как-то Не знаю Вообще Может Шутоны Куда-нибудь Постримил бы Но это Больше Прерогатива Михалыча Опять же Что еще Стримить Надо выбирать Искать Что больше Подходит Не слишком Долгое То опять Будет Миллион Стримов Непонятно Чего И так Надо так Хм Эти дурацкие Минные полярки Ладно Хотя бы немного ХП мне Восполнить Сейчас Ну и горючее Естественно Ладно В принципе Можно Чуть чаще Сохраняться Чем каждые Пять уровней Потому что Я не слишком Верю в свои силы К сожалению Увы Ах Надо Надо было Скорость Подтачивать Сейчас Зыра Посмотрим Смотрим Ждем Когда ты Починишь Комп Ну и вряд ли Это Гульман 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 Это вообще Что-то Неиграбельное Взбем 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 Назадолго не засмотреть вверх и вниз там за ком то в какой-то мере это все-таки плюс чтобы досмотреть вверх-вниз крайне мере по наведению на врагу а другой x-ком ну ладно другой так другой что ждем тогда аж приждем до сохранить прогресс перри буду играть как штанах буду очень часто сохраняться ладно следующий босс у нас тем временем американцы не просто не просрать сейчас сначала все танки спелить и все все очень-очень плохо жить еще можно тем не менее потери персонажей это хорошо это не то чему можно радоваться у нас вторая форма босса вязать вот лодка на воздушных подушках это салата еще лазер хорошее такое стреляет ядзи пока мастер рейс да у него рельсы скваки но тут очередная часть сюжета которую к сожалению нельзя понять потому что все на японском поэтому просто дропа мы все ладно надо все таки советский союз прокачивать немного все американку до мелька я в принципе она тут не знаю разве что на тот момент когда все остальные персонажи мертвы как бы сказал что слишком уж полезно иногда пригодится если когда враги с жопой появляются не знаю что с ними делать это вот здесь то что они такие жилые что их прям завалишь по-нормальному вот настолько они жирные по-нормальному а вот 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 я бы видно что они уже поправляются блин когда те в задницу прилетает огромный снаряд снимает у тебя четверть капотов это как-то неприятно как минимум неприятно а и миссия проведена отлично спидран по контри с дефолтным оружием или что 3 мегамена дефолте без смертей это вообще реально просто вспоминая квикмана из третьего мегамена это как-то тяжело воспринимается серьезно особенно тот ад что он там творит ну вот у нас пошли оригинальные уровни стал смеси в этой игре с которыми не всегда понятно что нужно делать вообще тут желательно просто не попадаться под красный лазер что в общем то люблю делать ну допустим даже если внезапно прошел эту часть сейчас будет тоже очень веселая часть лично внезапно мне повезло да потом с книжечку видео потому что блин там на дефолте полностью третьего мегамена это я я честно не представляю без смертей тем более все таки придется отказаться от концепции сохранение каждые пять уровней потому что это хард все таки на нормале такое еще потянуло на харди увы нет харди мне кажется таким уж простым а ну да ладно тут я понял что нужно делать хотя все равно до конца у тебя нет 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 Что за фамилия? Что за фамилия? Так, как же здесь проехать? Хороший вопрос, конечно. Я думаю, как-то так. По-другому не умею. Я так думаю, это фейл сейчас, да? Да, похоже на фейл. Так, ладно, посмотрим, к чему это приведет. Хотя сомневаюсь, что к чему-то дельному. Да, тут в этом и есть проблема. То, что если... Попасть, то... Это печально. Так, ну этот босс довольно-таки серьёзен. Потому что... Потому что, потому что. Ладно, это сейчас был фейл. Грубый такой очень фейл. Потому что можно было нормально пройти. Ай, ладно. Пока так пойдёт. Примерно половина игры уже пройдена. У нас появляются новые стрёмные враги, которые у нас. Артиллерия. И вроде как сильные, но... В крайней мере видно, когда они собираются стрелять и куда. Да, с металлоломом было всё проще. С тем. Вообще, всех врагов будут на металлолом сдать, так это... Зашибись было. Столько счастья. С такими людьми. Да, блин. Теперь пошло нагибало вам. Теперь пошло стрёмное нагибало. Просто это серия таких довольно дерьмовых уровней. В которых куча врагов. При этом тебе как-то это надо всё... Пытаться атаковать, уничтожать. Ну, соответственно, правда, за них дают немного очков прокачки. Да, главное не забывать ещё про временной лимит этот дурацкий. Вообще, кстати, почему я решил проходить эту игру на харде. И, в принципе, можно было бы на нормале её играть. Но, насколько я знаю компанию Астропорт, эти ребята очень любят пихать на харде что-то такое, чего нет на гардикой сложности. Ну, ниже, по крайней мере. Допустим, где? В гигантик армии, по-моему. В трос, босс на харде. Где там ещё на харде-то было? В Агвентиум тоже там. Слабенькая какая-то пушка у САУ. Ну, не знаю, не знаю. Сейф, конечно, сейф. Так, что мне прокачать? Мне надо прокачать скорость. Потому что я не хочу медленно очень ездить. Как-то уворачиваться от всего этого хлама. Ай, вот это вот дурацкие тоже танки появились. Это суицидники. Танки, бомбочки. Если упасся под такой, то, ну, понятно. Очень много КП снесёт сразу. Возможно, даже смерть. Поэтому надо с ним как-то поаккуратнее. Я не знаю, как на это смотреть. Но, по крайней мере, играется это неплохо. Там вот в записи будет глянуть. А, ну да, там в Сирисоне 2. Которые орут постоянно кавикадзе там. Да, веселые ребята. Помню. Вообще, кстати, аж как относишься к Сириус Сэму 3. Да и вообще к второму. Который не Second Encounter, а Сириус Сэм 2. Отстрять не буду, Хэлла. Отлично. Отлично. Что бы мне прокачать? Наверное, так. И так. Минные поля пошли. Так, сейчас аж прочитаю, когда уровень пройду. Потому что, не знаю, тайм-лимит, все дела. Там видите... А, а вот. Так. Здесь belli. Квырый. Квырый. А если все же у нас должен max früh, то сниматься вам стуги. Дубль. Квырый. 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 Минных поли... Квырый. Что? Тепальний. Валл, ускор. Олли, щор. Зла утром. куча суицидников подорвать нечаянно взрывной волной так что их можно использовать в своих вторых целях что-то как-то плохо дело как-то много их поутирало что-то по крайней мере сносится и это не моё хп так вот это его ключа локации очень много времени можно просрать здесь куча жирных врагов куча всего и 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 так Начинает возникать проблема с горючим, это плохо. Отлично. Ладно, каким-то образом оттурнский пройден. Так, третий не играл, пробовал запускать, но у меня просто не особо, спустя пять минут комп урубался, и второго проходил два раза, третий раз в копе. Не знаю, надо, видимо, мне тогда переиграть, когда-нибудь его будет, потому что я помню, когда пиратку играл, она мне как-то не очень вкатила. Первые мне повеселее были. Ну, да, шутан как шутан, веселый такой. Нормальный крях на третий. Да, вроде у меня нормально шел тогда, когда-то давно. Хотя там был косяк один. С тем неубиваемым монстром. Это, видимо, из-за кривого пиратства. Там неубиваемый босс, там этот, как его, неубиваемый враг, невидимый, который постоянно летает за тобой. Крайне мере, на первом уровне точно. А так... А так... Я не помню, с боссами, по-моему, там не было таких сильных проблем. Как-то все они проходились. И так, очередной боссер. Ну, вот можно уже сразу сливаться, потому что я всех персонажей слил уже. Чёрт. Сливаемся, сливаемся, сливаемся. Так, вот это вот, по-моему, было. И чем я? А попробуем так сделать. Ход втанём. Ход втанём не удался. Ураг слишком сильный. И, возможно, это смерть. Потому что он же сильный. Да, это смерть. Да, босс суровый, на самом деле, очень. Да, и конь ходит буквой Г. Да, видимо, в этот раз какое-то Г получилось из моего хода конём. Поэтому мне, пожалуй, надо броню ставить. Потому что буква Г меня не устраивает. Если б это был последний босс. Это нифига не последний босс же. Нет. Это как-то грузимся. Снова смерть. Потому что... Что-то я туплю. Не надо так тупить. Он должен убиваться проще. Ой, последний удивит. Серьёзно. Последний очень сильно удивит. Вообще, другая тактика должна быть на всё это дело. Потому что моя нынешняя тактика, она неправильная. Можно оставлять эти укрытия. Стараться. Можно меньше получать людей от босса. Кстати, эти штуки можно у него выпиливать. Да, можно делать вот так. Что-то я в самом начале об этом не подумал. Всё равно получил людей от босса. Ну ладно, вот раз я, по крайней мере, пробежался чуть дольше, чем обычно. Ладно, каким-то невероятным образом я всё-таки его завалил. Тем не менее, у меня мертвы два персонажа. Ладно, их воскресит сейчас. Ай, так, придётся сейчас сыграть слишком аккуратно. Чёрт. Это не круто. Пофиг. Идём дальше. Каким-то образом. Чё-то можно сделать. Повести скорость. Всё, ещё чувствую, что я дно. А, тут появились беспилотники, точно. Более суровые суицидники. Да, с врагами тут всё очень плохо, потому что они уже стали слишком жирными. Ай, это было зря. Это было очень-очень зря. Медленно, наверное, к цели подбираемся. Может, уже подобрались. Да, уровень пройден, по крайней мере. Ладно, это было не так сложно. Только бы на мины можно было и не напарываться. Прокачки всё равно никакой нет. Надо Таню прокачивать. Вот это вот корень. Я вот не помню, что это такое. Да, это что-то неприятное. Сейчас было. Сейчас было. Так, всё равно там. О, нет. Тут ещё дальше будет много мест весёлых. Много врагов весёлых. Так что всё не так просто. По крайней мере, меня радует то, что бесплотники отступили. Остальное плевать. Ну что, не знаю. Они мне не нравятся. Вроде кому-то хп восстановил. Сейчас. Последним персонажем надо бы хп ещё воспоминять. Так, 19 уровень. Ну, уже неплохо. Уже совсем неплохо. Так, что у нас тут дальше идёт. Дальше у нас, сколько помню. Всё больше и больше стремных врагов. Враги и жопа будут. Как обычно. А вот рисковать. Так вот, блин. Подумал то, что их уже больше не будет. Да блин. Мне надо либо переключаться сразу, только у меня начинают стрелять за этого персонажа. Либо что. Просто мне... Не знаю. Это самый сильный персонаж у меня считается. Самое сильное оружие. Ну, американку, в принципе, тоже неплохо так. Жарить. Субтитры сделал DimaTorzok Допустим. Вообще тут идеальное оружие это англичанка, только я почему-то её не выбрал. Мне получается, как бы, огибает препятствия. При этом я как бы нахожусь под защитой всё это время. Как раз таки за этим препятствием. Ну, блин. Пока нацелишься ей, что-то, пока всё. Ладно, просто вот разрешил другим оружием. Пробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Вообще, наверное, самое сильное оружие тут был огнемет, но огнемет, он своеобразный, слишком близко надо стрелять, подъезжать, чтобы убить врата. А тут как-то это делать не всегда удается. Как видите. Ладно, ещё один уровень пройден хотя бы. О, сейв. 21 уровень сейчас. И у нас снова босс. Босс сурок. Босс серьёзно очень сурок. Мне сейчас невероятно повезло, что я его вообще завалил так быстро. Потому что я просто увернулся от некоторых его атак, и он меня не убил. Ну, не сразу бил, ладно. и Короче, сейчас уровни адские, жопные, называем как таким. Потому что у нас сейчас будет атаковать всякое рикошетище, дерьмо. Прочие непотребства. Ну, при этом мне бы желательно сейчас как-то дожить до конца уровня. Потому что чем больше врагов я завалю, тем больше мне дадут апгрейдов. Да, кстати, тут огонь. Вражеские танки тоже валят. Так что это плюс, пожалуй. Отлично. Отлично. Только не умирать. Только не умирать главное. Все. Отлично. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю что... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... очередная печаль это стало что всего тут ничего жести просто жесть Хочется заниматься подвесильным передвижением. Сраная пушка. Просто сраная пушка. Ладно. Половина защищена, осталась еще последней частью. Блин, как так? Чего вы даже не заметили? Да блин. 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 Стало, что все, начали. Хранить с этим морогом. Ладно. Каким-то невероятным образом раз из третьего, с четвертого прошел. Чудеса. Но это еще не все, что меня тут ожидает. Дальше будет веселее. Вообще, получше защиту прокачал. Да, ладно. Да, сейчас это, если что, мне нужно скорее ехать вперед, потому что сзади там огромная шестеренка за мной гонится, которая меня хочет насчетовывать. Я не знаю, насколько мне вообще дается в целом времени, чтобы кто-то шестеренку свалить, но она уже поступает, как-то. Нет, сейчас было плохо. нет, я хочу выжить. Уже не выжил. Как-то так. Не самый простой уровень. Надо защиту поставить лучше. Продолжение следует... 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 Ты попал, зараза. Мне кажется, я буду переигрывать в Охуле. 100% буду переигрывать. А теперь... Теперь у нас... Шимап. Да. Да, с таким количеством КП мне здесь делать абсолютно нечего. Да, как-то так. Соответственно, мне надо валить этого босса чуть ли не идеально. Чтобы каким-нибудь невероятным образом я смог завалить вторую форму этого босса. Я искренне надеюсь, что у него всего две формы, потому что... К другому жизни я не готовилась. А у него может быть больше, чем две формы, к сожалению. Потому что это карта. Ну ладно, по крайней мере, посмотрим, насколько все это плохо. Кто придумал делать... В игре про танки будет хелп. Это шесть. Ладно, это сейчас... Было плоховато, но ладно. Перевать. Посмотрим. Да, там мог изначально летать, но он предпочел ехать. Это был способ. Ладно. Добль-2 с точно таким же успехом. А именно... С потерей персонажей нормальных. Ииии... Нет. Снова нет. Ладно, в принципе, план есть. Как можно его пройти. Каким-нибудь образом. Давай, а где-то будет холм-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, король Орлов сказал, что не может лететь, поэтому мы не летим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, этот мудак еще имеет вторую форму. Вторая форма, вторая форма босса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это круто, не правда ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ооо, да, 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 сраные разрабы. Я знал, что вы это сделаете. Я обязательно знал, что вы это, черт возьми, сделаете. Вы добавили третью форму босса на харде. Замечательно. Ну, и вот мы наблюдаем абсолютное нагибалово в виде третьей формы ластбосса. Как я уже говорил, эти ребята любят добавлять на харде что-то новое к своему ластбоссу. При этом концовка не меняется. Да, это сон внутри снаба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сейчас будет Тейл пойдет. Скоро гребет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Там есть еще один уровень сложности, но, по идее, обычно они на этот уровень сложности уже ничего не добавляют. Ну, в смысле, нового ничего. Короче. Я запутался. Я просто запутался. Ладно, все-таки оптимальный, пожалуй, вариант взял до битвы с боссом. Ну, в смысле, этот вот третий персонаж. Да, кстати, босс сам себя может дамажить, потому что он дурак. Ну, в смысле, сегодня же выстрелы. К сожалению, с другим выстрелом. Ай, кулик-хел. Добрый, что уже, а? Да. Ай. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать. harя Замечательно, это ещё так у меня же оказывается делать падла. Я вообще-то думал, что это хилка. Я надеялся, что это хилка. Но, видимо, нет. К сожалению, это оказалось не хилка. Чёрт. Ладно, суть примерно понятна, что с ним делать нужно. Но лишь примерно. Парел у неё. Я не знаю, что они так с разработчиком, честно. Он очень любит пихать это на харде. Прост боссов. Нет, скорее всего, ПЛА, потому что очень много КПС его сейчас не надо. К сожалению, я не научился уклоняться по-нормальному. Поэтому, уважаю, как не знаю кто. ПЛА, ПЛА, ПЛА. 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 Ммм, каковы мои шансы? Я так думаю, что минимальные. И я оказался прав. Столько же снес у босса. ХП, сколько я в прошлый раз. Короче, ребят, мы тут надолго. Определенно. Уж на одно дело завалить две формы босса. Другое дело уже завалить три формы босса. Ах, черт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нет, пока этого человека еще увидеть не готов. Но скоро буду близок к этому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, нулевые шансы против босса с дерьмовым оружием и с минимальным порученным хп. Что поделать? В принципе, можно попробовать переиграть предыдущий уровень. И побольше всей хп донести у первого персонажа. Ладно, попробуем переиграть предыдущий уровень. Может, есть шанс какой-нибудь. Внезапный. Хотя, как бы сделать не хуже, то. По-моему, я уже сделал вкус. Я уже слил и пущу хп. Треть это все надо. Треть это все надо. Ладно, посмотрим, как сейчас это будет. да все равно не хватает прокачки ни на что блин даже не знаю какой вариант лучше 1 или 2 чем не оба варианта не устраивает так шансы на прохождение игры резко уменьшилось да там донести полнофа слишком адский получится придется видимо с того варианта используются ну что сейчас то что у меня есть а научиться уворачиваться нормально вот так и увы ях вернусь к этому сейву потому что чё-то чё-то все очень плохо на том было ладно чем сейчас придумаем потому что времени много еще я думаю никто никуда не торопится хотя это фейлы наблюдать это не очень-то весело я думаю а все-таки попал в следующий раз да черт точно дай мне турист скоро уже поэтому придется кому-то тащить пропустим там будет что-то интереснее листы дай на это это и и и и и и Бет. Умри, говно. Умри. И не возвращайся. Серьезно. Это было жестоко, ребят. Это было серьезно очень жестоко. И смотрим эту концовку, которая точно такая же, как и на Нормале. Снова побежден злодей первой части. Этот мудак тоже был на летающей тарелке. В первой части, да. И там тоже был адский будет хел. О, спасибо. Хашпиль, спасибо. Ну, блин, это реально было сейчас что-то жопное. Ну, серьезно. Зачем было запиливать третью форму босса у этого говна? Он и так сам по себе непростой был. Да и предыдущий уровень непростой был, чтобы полностью хп донести. Ладно. По крайней мере, игра пройдена и все, я доволен. И сейчас он на своей ракетной тяге куда-то свалит, по-моему. Как в первой части. Третью форму, второй форму, да. Нет, а у второй формы только две формы было. А, ну у первой формы тоже было две формы. А вот у третьей формы была одна форма. Поэтому пять форм босса. Да. И три полоски хп. Фух. Серьезно. Это была жопа. Мне вот интересно, откроется ли какой-нибудь сверх неадекватный уровень сложности после прохождения игры на харде или нет? Или ультра хардом все это ограничивается? Ну хотя мне кажется, что это после прохождения ультра харда может что-то откроется. Ну либо за один конт. Просто у этих разрабов в дальнейшем фишка такая сформировалась, что помимо доступных уровней сложности, есть еще один открываемый уровень сложности. И он довольно-таки упоротый. Да, серьезно. Привет, Венерлин. Ты под конец первой игры подошел, но сейчас может еще что-нибудь будет. Подумаю только, что именно. Посмотрим, в общем-то. Единственное, что тут хорошее было, это, ну, не знаю, рисовка персонажей. Персонажи тут милые. И все. Где скачать игру? Хрен ее знает на самом деле. Я ее вообще покупал. Ну, может, потом куда-нибудь выложу ее. Тут есть еще музей танков, которые есть. Этот танк, его нет, потому что он открывается на максимальном уровне сложности на каком-нибудь. И рандомно появляется. Тут нам описание характеристики их, не знаю, калибр их, скорость там и прочее, прочее, прочее. Ну, видимо, это реальные танки, которые были, использовались. А может и нереальные. Черт их знает, на самом деле. Т-34. Т-34. Ладно, не суть. Игра пройдена, все, я доволен. Ладно, сейчас, 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 понятия не имею, что сейчас будет. Чего-нибудь придумаю минут через пять. В общем-то, вернемся. Ну, в смысле, вернусь.